Продолжение следует... Продолжение следует... И хорошее настроение. Садитесь. Ребята, для начала давайте с вами раздумимся на группы. Сейчас вы подойдете сюда, выберите себе воду. И по этим именно водам, ребята, там есть ленточки, ребята, куда вы будете садиться на две группы. Идемте. Так. Выбирайте себе любую воду. Так. У кого желтые ленточки, ребята, садятся на... Так. Хорошее. Идемте. Ребята, а теперь давайте посмотрите на экран. Ребята, что вы видите? Варах. Ребята, речка. Поднимаем. Речка. Поднимаем. Ребята. Варах. Что вы видите, ребята? Ну-ка. Оружом. Речку. Так. Речку видите? Вот. Так. Есть. Арсен. Вода. Воду. Воду. Лес. Лес. Ага. Еще. Ну-ка. Течение воды. Течение воды. Вы видите течение реки. Течение реки. И еще. Все? Да. А теперь, ребята. А теперь глаза закройте. Все закройте глаза. Теперь послушайте. Так. Теперь открываем глаза. Что вы слышите, ребята? Воды. Что вы слышите? Ну-ка. Давай. Шум воды. Шум воды. Далее. Звук воды. Звук воды. Еще. Звук волны. Звук волны. Движение воды. Движение воды. Течение воды. Еще. Шум реки. А теперь, ребята, откройте ваши бутылочки. Бутылочки откройте. Выпейте воду, ребята. Выспокойте. Выпейте воду. Так. Один грампочек. Охлаждение. Охлаждение. Молодец. Еще. Ну-ка. Виталение. Виталение. Виталение жар. Жар. Энергию еще. Дает кислород. Дает кислород, да. Вода дает кислород. Еще. Насыщенность. Насыщенность. Еще. Я. Класси. Так. Укрепляет наше здоровье, да. Да. Здоровый организм. Здоровый организм. Протекает. А? Нет. Теперь, ребята, смотрите. Как вы думаете, мы с вами увидели, мы с вами услышали, мы с вами почувствовали, попробовали, да. А теперь скажите, пожалуйста, о чем сегодня мы с вами будем говорить? Вода. О воде. Почему? Давайте вывод сделаем. Вода это что? Вода это жизнь. Молодцы. Теперь, ребята, откройтесь, давайте запишите. 14 февраля, тема урока. Вода это жизнь. Это жизнь. Целью нашего урока, ребята, посмотрите, понимать и анализировать содержание прозаических, поэтических произведений, фрагментов, определяя ключевые моменты развития сюжета, использовать в наших словах, в нашей речи причастные идеи, причастные обороты. Критерии, ребята, посмотрите, критерии к нашему уроку. По каким критериям мы с вами будем работать? Понимает содержание текста, определяет его ключевые слова, анализирует прочитанный текст, находит причастные идеи, причастные обороты, составляет синквейль, находят соответствия, отвечает на вопросы, создает постер и умеет, конечно же, работать в группе, создавать атмосферу. Далее, ребята, оценивание. Оценивать, ребята, мы будем по вашим листам самооценки. Вот у вас у каждого есть лист самооценки, где вы сейчас будете себе ставить трехбайные, двухбайные и однобайные оценки, то есть балловая система, ребята. Посмотрите, за каждое задание вам написаны там баллы, а я буду давать вам вот такие жетоны, ребята. Теперь, для начала, ребята, мы должны с вами повторить пройденный материал, да? Сейчас вы берете себе сотовые телефоны, заходите, вот пин, ребята, смотрите, поэтому пин, заходите на сайт КОХОТ, ребята, так, и тестовые задания по пройденному материалу. 628-55-43. Пошли? Напишите свое имя, полное имя напишите. Так, мы в ожидании игроков, ребята. Так, зашли, прошли. Так. Ребята, этот метод способствует повышению эффективности обучения учащихся при повторении изученного материала. Значит, сегодня, сейчас мы с вами будем повторять. Так. Давайте быстрее. Ребята, опрос домашнего задания в виде теста. Так. Теперь смотрите на экран. Так, вот, сколько заповедников на территории Казахстана? Сколько заповедников на территории Казахстана? Так, видите, да? 8. Так. Следующий. Дается 20 секунд, ребята. Второй вопрос. Какое озеро расположено в юго-восточной части республики на границе с Китаем? Так. Валхаш, Тенис, Зайсан, Алакуль. Алакуль. Вы что, как бы, так бы, идёшь? Самостоятельно работаем все. Зайсан, Бал, Зайсан, Якончев. Следующий. Алакуль. Так. Крупнейшая река в Казахстане. Иси, Бал, Зайсан. Иси, Бал, Зайсан. Это прекрасно. Так. Следующий. Автор стихотворения «Красная книга». Дулатов, Шаханов, Марзалиев, Слемин. Следующий вопрос. Каких животных и растений заносят в «Красную книгу»? Так. Которые случаются или находятся на грани смерти? Так. Следующий. Так. Назовите-то из видей «Чингисайтмакера». Вот добыча «Красная книга». Так. Следующий. Был ли охотником Базарбай? Произведение «Красная книга». Был ли охотником Базарбай? Когда крал волчат, ребята. Так. Следующий. Самый первый заповедник в Казахстане, ребята. Самый первый заповедник. Самый молодой среди заповедников. Следующий. Молодой. Самый поздний. Так. Как дали я проходила конференция ООН по вопросам окружающей среды и развития? Это последний вопрос, ребята, и здесь все вопросы. Когда была конференция, ребята? И где была конференция? Раз. 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 Так. Ребят, значит, закончился у нас вопрос домашнего задания в виде теста. Так, третье место получает у нас Жамбулат, первое место Газиза и второе место Торжан. Так, Газиза у нас получает 3 балла, 2 балла у нас получает Торжан, где у нас Торжан? Так, и 1 балл у нас получает Жамбулат. Так, остальные, ребят, сейчас посмотрим рейтинг. Так, у нас рейтинг. Так. Получается 3 балла, да? За 8 у нас сколько? 8 правильных ответов, 2 балла, да? Так, и за 6 правильных ответов у нас 1 балл. Так, и за 6 правильных ответов у нас 1 балл. Так, и за 6 правильных ответов у нас 1 балл. Позволит работать в группе, создать атмосферу между учащимися и, конечно, освоить новый материал самостоятельно. Ребят, сейчас вы выбираете себе, подойдите, выбираете себе 2 из, именно 1, 1 конвертик. Так, и откройте, там у вас. Так, иллюстрации и текст, ребята. Вашей группе попало в творчество Михаила Федорова, да? Да, да. Так, Азиза, а вашей группе? Детство Федорова, да? Детство Федорова, да? Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В последний день в основном в жанре он писал художественные, приключенческие и, конечно же, для кого, ребята? Для дяди. В основном он писал для дяди. Молодцы, ребята. Ребята, сегодня мы с вами пройдем его повесть. Замечательная повесть, ребята. Повесть, в которой сплетается свобода, ребята. Повесть, в которой переплетается что? Быть свободным, быть независимым, как другие люди, ребята. Тема, основная тема, тема воды, тема именно свободы. Ребята, повесть называется «Сын воды». Ребята, откройте страницу, номер. Ребята, значит, мы сейчас с вами по приему зигзаг. Ребята, этот метод позволит детально и в короткое время освоить довольно большой объем информации. Мобилизируется способность учащихся выделять самое главное из прочитанного отрывка, из текста. Теперь, как мы с вами будем по этому приему работать? Каждая группа получает один текст, один отрывок и прорабатывает, во время чтения прорабатывает себе информацию и анализирует. Далее, начинаем в группе обсуждать то, что мы с вами прочитали. Вы сейчас по абзацу себе разделите и выявляем только одну информацию. Понятно? Теперь, первая группа у нас получает первый отрывок, вторая группа получает второй отрывок. Так, сейчас вы разделите на абзацы, далее будете проговаривать все по одной, по одной главной информации. Понятно? Нет, обычно, да. Ссылка. Ладно, только главную информацию. Разделите, разделите, да? Разделите. Ребята, вы сейчас себе разделите по абзацам и почитайте, обсудите и главную информацию. Вам понятно, да? Так, забирайте абзац, обсуждайте, потом главную информацию. Ногами. Над ногами живут на лодке, чем сейчас на лодке, коньяк, среди воды. Народ этот фуиджи, как того, чего его европейцы, с давных пор живет в западной части огненной земли. Если бывают люди леса, леса степей, то фуиджи, люди моря. Они рождаются, живет и умирает на воде, на море. Живутся им, конечно, не сладко. Почему же тогда они выбрали такой образ жизни? Поэтому, что на земле еще хуже. Лучше всю жизнь осушать парк подмал лодки. Лучше, чем сидеть на голых среди камнях. Поэтому фуиджи связывала свою жизнь с водой. У меня все моблики летят, отпечатки этой необычной жизни. Цвет кожи грязно-желтый, лица широкая, глаза узкие, а нос демородный и красивый. Так, какая у него была кожа? Кожа какая, значит? Грязно-желтая кожа. Волосы длинные. Тут же в лодке было и все имущество семьи. Глиняные мешки, плетенные мешки, ножи, оружие. Утваровало самое разное из кости, из морских раковин. Как-то попал сюда ржавый железный топор. Сюда попал даже кусок железа с крюком с какой-нибудь стройки. Молодцы. И настоящее богатство это два железных глаза. Богатство это потому, что они ловили рыбу, а два железных глаза... Тот прибор, та принадлежность, которая нужна была им всегда, да? Да. И эти гвозди, ребята, у него находились две в кармане постоянно. Постоянно в кармане. Это все? Все? Да. Молодцы, ребята. Молодцы. Так, вторая группа. По второму отрывку, ребята. Так, ну-ка давайте. Так, начинаем. Да, ну, начинайте. С тех пор, как у Манго появилась своя личная лотка, своя личная лотка, он стал чем-то вроде разведчика для своих родителей и семью коза. Манго, 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 Манго никогда не бывало дома, все время где-то, где-то пропадал. Сначала тогда его всегда кричал, ворчал, и потом думал, что это будет полезно, и потом обнаружился, что поесть будет приносить немалую пользу. Манго, Манго, Манго частенько добавилось на те, кто понял, в себе комфортный и удобный домик, в доме, место и богатой пищи в голове. Много было пищи, правильно, да, Лей? И она приводила туда своих родителей и семью коза. Да, молодец. Так. Большинство народов уйджи живут в южной части архипелага. Так. Главная информация? Но Манго все время тянула свою семью на север, потому что, по его мнению, там было ему комфортно. И он искал, искал, там нашел один уголок. Потом там он оставил своих родителей жить, потому что на время этот уголок был нанятен как дом. В этот уголок не проникали ни ветры, ни волны. И вот так он разложил свою семью. Этот уголок они взялали в своем доме. Наши остальные даже площадки, куда ни спорти, куда ни вещи, ни вещи, ни вещи, ни денег. Для этого, правда, спрашивание, что своих всегда словом устарелось своим удобством. Так. Следующее. Теперь Манг мог смело идти, куда хочет. Он не успокоился, успокоился от своих родителей. Он знал, что у них есть пища, и они могут кушать, когда хочет. Манг все еще не отказался от мыслей увидеть таинственных белых людей и побывать, и там насмотреться разных чудесам, где они живут. И он сказал родителям, что хочет, что хочет, поедать, и подальше, как они живут, белые люди. Следующее. Манг, зачем тебе это? Может, не стоит принялись, отговаривать его родители. Может, может... То есть родители его уговаривают, поездят, да? Да. Родители будут против. Но все равно Манг хочет посмотреть белых людей. И он все же собирается в путь, ребята. Куда? На селе. Молодцы, ребята. Так. Мы с вами закончились. Я? Так. В повести переплетается свобода, рабство, любопытство, радость и счастье. И, конечно же, мечта, куда поехать? На север увидеть белых людей. У Манга была мечта, ребята, увидеть белых людей. Как они живут. Как они именно рождаются. Правильно, да? Почему? Потому что цвет кожи у них был черный. А мечта у него увидеть белых людей. Народ Фуиджи, который живет на островах, где? В Магиланном проливе живут они, конечно же, на воде. Почему на воде? Потому что на земле еще хуже. Они живут море в прямом и переносном значении. Их жизнь что делает? Проходит на воде. Рождаются и умирают на воде. На воде. Они не знают, что такое жизнь на земле. И когда мимо них проплывают огромные корабли, на которых стоят белые люди, они даже не замечают их. У них своя собственная жизнь. Все люди должны жить свободно, не боясь за свою жизнь. Значит, основная мысль данного произведения, ребята, жить свободно, не завися друг от друга, от человека, ребята, и не боясь за свою жизнь быть свободным, ребята. Следующее, ребята, задание, значит, прием зигзага, ребята. Этот метод позволит анализировать то, что вы читали, и умение грамотно составлять вопросы, и, конечно же, грамотно отвечать на вопросы. Ребята, у вас на столе есть вееры готовы, куда вы будете сейчас составлять вопросы. То, что вы читаете по первому отрывку, вторая группа, то, что вы читаете по-другому, составляете вопросы. Значит, три-четыре вопроса. Понятно? Работайте. Вот сюда. Значит, выберите один цвет, ребята. А потом будете... Вопросы по тексту. Имейте в виду, ребята, оценивать мы будем. Даем полные ответы на вопросы. Придумываем собственные вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. 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 Значит, если закончили, обмениваемся нашими веями. Давайте сюда. И мы им. Так. Теперь рассматривайте вопросы и отвечайте на них. Спасибо. Спасибо. потому что было некомфортно, спокойно, потому что на земле они не могли жить. Хуже. Потому что в мире было комфортно и спокойно. Спокойнее чем? Хорошая местечка, где очень много что? Пищи. Аж по маме. Потому что он не переживал? Конечно. Он оставил их везде. Он отправил ребятам. Он не переживал, когда покидал дом на несколько дней. Он даже не думал, что они будут находиться без пищи или останутся голодными. Куда ходят? Куда ходят? Мамыш. На солью Батулопа. Куда ходят? Куда ходят? Куда ходят? Потому что елка только там, все заходы. Там было много людей, которые знают, что там было. Почему Мамка все время тянулся в север? А вы будете проверять, ребята, правильно ли они ответят? Почему? Потому что каждая группа, когда задает вопросы, они сами должны на них знать ответы. Закончили. Все? Теперь будете проговорить, кто будет говорить, кто будет читать, кто будет давать ответы. Так, давайте. Кто такие? Пуджи — это люди моря, которые живут в море. Да. Почему же, когда они выбрали именно такой образ жизни? Второй вопрос — другую часть. Это то, что мы сделали. Почему же тогда они выбрали именно такой образ жизни? Потому что в море было комфортно, спокойно, а земле им было жить хуже. А на земле им было жить хуже. Правильно, да, ребята? Да. Да, да. Третий. Где жили народ в Пуджи? Они жили в западной части огненной земли, на ближайшей острове в районе Магелланово. 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 Правильно. Значит. Где они жили? Они жили на острове Магелланово в Праиле. Какой это был народ, ребята? Народ? Пуджи. Пуджи. Молодцы. Спасибо. Следующая. Первая группа ребят у нас. Чем они питаются на острове? Пингвинами, разными зверями и особенно птицами. Магелланово. Так. Правильно, да? Пингвинами, рыбами, разными зверями. Это не... Право. 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 Так. Почему он может быть спокоен? Так. Потому что там было много еды. Он мог спокойно быть куда-куда. Куда-куда. Правильно, да? Да. Так. Следующая. Почему Манга все время тянулся в север? Потому что он хотел быть белыми людьми. Так. Потому что он хотел? Видеть. Увидеть. Белых. Правильно. Да. Так. Садись. Так. Молодцы, ребята. Вы справились. Так. Теперь. Следующее задание. Это по учебнику. Открываем учебники. Так. Сейчас. На странице номер 157, 156 есть седьмое упражнение. Сейчас, ребята, вы выполняйте его в ваших тетрадях. И желающие могут выйти в доске, ребят. Давайте. rifle прис needle, который мне не очень хорошо хотят. Надежда. Как wsithun? Кто хочет? Я. Давайте. Первое предложение. Второе предложение. Второе предложение. Да. Второе предложение. Кто хочет? Первое предложение. Так. Дыне. Что у заключение? Ребята, это разноуровневые задания. Задание С, значит, С группа, ребята, вы идете разбирать предложения. Далее есть несложные задания, которые там вы должны найти верные и неверные ответы. И самое легкое задание, ребята, значит, выписать из прочитанного отрывка ключевые слова и словосочетания. Спасибо. 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 все значит это простое предложение осложненный чем причастным оборотом находи грамматические основы кто вот плыть у нас составное сказуемое тоже подлежащие сказуемые так далее куда хочет тоже сказуемая молодец и причастие причем одиночная или оборот одиночная идея причастие какой суффикс ты выделила я я чем она выражена где причастным а какой член предложим обстоятельства молодец кто он всегда всегда это обстоятельства когда вопрос задается так так данночка садитесь молодец так третье предложение пожалуйста у кого верные неверные ответы кто почитает быть свободными, иметь возможность быть, куда хочешь, останавливаться там, где ему нравится, верно? Верно. Следующая. У кого, верно, еще у тебя? Ну-ка, последняя. У него была мечта жениться на красавице, а у него дочери коса. Да? Следующая. Все? Вик последний. Манга никогда не бывала дома. Все время он где-то пропал в Верно. Давайте, давайте. Фамилии напишите, имена. Давайте. Ключевые слова. Кто? А все давайте ключевые слова. Пуджи, народ, вода, семья Тайда, Магаланова, пролива, море, два железа, гвоздя, камень, и все. Ключевые слова. Ключевые слова. Люди, море, белые, людей, жизнь, свободе, мечта, свобода, Фуиджи, родители, народ. Молодец. Лодка, пища, Фуиджи, родители, Магаланова пролива, коса. Кос. Кос. Так. И третье предложение, ребята. Давайте. Читайте. Благословенный уголок, открытый мангом, мог с успехом покормить их необычными. Так. Уголок этот. Подвиж. Подвижающий. Где у нас здесь, ребята, обособлены определения? Выражено чем? Чем осложнено здесь? Открытый мангом. Это у нас что? Это у нас причастный. А какой суффикс есть? Т. Т. Молодец. Садитесь. Спасибо. Так. Ребята, мы справились с заданием, ребята. А теперь... Ребята, мы с вами закрепляем нашу тему, у нас урок. Сейчас, ребята, я отправила вам сайт. Я отправила вам сайт. Ребята, этот прием поможет вам закрепить нашу тему, узнать о определениях, о новых словах, ребята. И... Три балла, пять правильных ответов. Два балла, четыре правильных ответов. Один балл. Вы мне показываете ваши результаты. Давай садимся. Открытый. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Спасибо.